В Воронеже уже почти год обсуждают строительство метро. О появлении нового вида транспорта в городе-миллионнике громко стали говорить еще в 2013 году. Тогда обсуждали возможность строительства наземного метро с подземными участками. Год назад Япония выступила с предложением по строительству метро в рамках реализации в Воронеже совместного пилотного проекта по улучшению городской среды. Стоимость первой очереди строительства оценили в 1 миллиард долларов, а это уже почти 70 миллиардов рублей. В декабре 2017 года на торгах муниципалитет выбрал подрядчика – компанию «Киносарх», которая к настоящему времени выполнила только два этапа. На третьем вышел сбой. «Киносарх» представила документацию для проведения согласований и государственной экспертизы, но проект не был принят главой госэкспертизы России в связи с наличием замечаний комплектности. На сегодняшний день мэрия уже оплатила в качестве аванса 8 миллионов 280 тысяч этой компании, которую в исковом заявлении в суд просят взыскать недобросовестного подрядчика. Гражданские активисты картикуют Воронежское метро уже на стадии проекта. В ноябре прошлого года был этот документ готов. В широком доступе его не было, но мне в руки он попал, и я подробно несколько дней его изучал. Что могу сказать про сам документ? Во-первых, там нет никаких обоснований о том, почему именно метро. Там просто сказано, что трамвай – прошлый век, метро – будущее. И дальше идут какие-то просчеты, какие-то вещи уже конкретно про метро. К примеру, для того, чтобы проложить одну из линий в проекте, предлагалось разобрать ограду Богоявленского собора. Не знаете, где такое находится? Оказалось, проектировщик будущего метро допустил ошибку. Имелся в виду Благовещенский собор. Непонятно были многие вещи, и как метро будет поворачивать на 90 градусов, как, например, оно будет забираться на гору с левого берега, на правый. Глава киносарга господин Березин, по словам нашего эксперта Виталия Иванищева, успел разработать в плане несколько проектов развязок в метро. Целесообразность их создания в проекте не обосновывается. Для улучшения перевозки пассажиров Виталий Иванищев считает, нужно обязательно преобразовать маршруты. Должно быть два вида маршрутов. Это магистральные маршруты, которые с минимумом количества остановок связывают отдаленные районы между собой. И подвозные маршруты. Кроме того, эксперты считают, что Воронежское метро окупится лет через 220, не раньше, а не за 10 лет, как заверяют некоторые высокопоставленные чиновники. 200 миллионов в год – это прибыль, которая будет уходить на возврат денежных средств. 200 миллионов – значит 5 лет – миллиард. 45 миллиардов, 5 на 45, получаем 225 лет. Так что метро будет за 225, может быть, но дело в том, что оно умрет раньше. Если в том же Омске успели построить хотя бы одну станцию метро и проект заморозили, то у нас дело застряло на бумажной стадии. Так будет ли метро в Воронеже или это всего лишь мечта? Время покажет. Мы будем следить за развитием событий. Олеся Алисюк, Дмитрий Хлебный, 41 канал. Ну да. Продолжение следует...